Формирование цен в 2022-м. Они останутся прежними 128,5 долларов за тысячу кубометров. Министры энергетики двух стран подписали протокол о ценах на газ на следующий год еще в начале ноября, но тогда цена не была известна. Спецрейс из Кейптауна в Москву вылетит 3 декабря с пересадкой в Адисабеве, сообщили в консульстве России в Кейптауне. Это будет специальный коммерческий рейс при поддержке эфиопской авиакомпании. Стоимость билета в эконом-классе составит более 100 тысяч рублей. Несколько сотен россиян застряли в ЮАР, так как прямого авиасообщения с Россией нет, а третьи страны отказались принимать самолеты из ЮАР из-за нового штамма «Омикрон». В Ростуризме сказали, что в ЮАР сейчас находится около 500 самостоятельных путешественников из России. И сегодня же в МИД посоветовали россиянам учитывать антиковидные ограничения при поездках за рубеж. Новый штамм коронавируса неизбежно попадет в Россию. Вопрос в том, когда именно это произойдет. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о прогнозах по распространению штамма «Омикрон». ВОЗ считают, что не стоит полностью останавливать международные поездки, так как это не предотвратит распространение нового варианта, но скажется на качестве жизни. И в организации рекомендовали ПЦР-тестирование, путешественников и карантины. Современные дети и подростки читают все меньше книг. И в ближайшем будущем существует риск того, что юное поколение совсем откажется от чтения. Об этом сообщил директор Российской детской библиотеки Мария Веденяпина, прокомментировав опрос в ЦИОМ. Его итоги показали, что при сохранении нынешней тенденции российские подростки не только не смогут повторить результаты исследования читательских компетенций подростков. В 2018 году тогда было 26 место, но и могут оказаться на более низких позициях в этом рейтинге. И весьма вероятен риск уже в ближайшем будущем получить нечитающее поколение, говорит Веденяпина. В частности, во время летних каникул дети читают в среднем всего по 3-4 книги, а подростки только одну-две. В ближайших выпусках новостей. Ютуб представил традиционный рейтинг самых популярных музыкальных видео этого года. Составлен рейтинг самых дорогих городов в мире, и в нем сменился лидер. Десятикрадостные морозы ожидаются в Москве предстоящей ночью. Подробнее об этом и другом в новостях. Спасибо большое, Оля. Как мы предупреждали вас, друзья, 8 баллов. Пробки уже образовались в Москве. Сейчас именно такая цифра показана на портале Яндекс. Ну и что касается погоды, сейчас температура в Москве минус 3 градуса. Идет легкий снег. Время от времени переходящий в метель с порывами ветра до 15 метров в секунду. Вечером поздним снег прекратится. Ночь будет сегодня ясной и холодной до 6 мороза. Примерно такая же погода будет и завтра. В четверг днем минус 3. Сильный снег. В пятницу вновь вернется оттепель до плюс 2 градуса. Вечерний РБК с Яном Мелкумовым. Добрый вечер. Добрый вечер, слушатели. И добрый вечер, Павел. Здравствуйте, Ян Янович. Добрый вечер. Давно как-то мы не виделись. Хотя у меня всегда хоть ваши, хоть Мари прогнозы погодные как-то на меня действуют в ноябре и в декабре удручающе. Думал сказать. Да бог с ними, с прогнозами погоды, Ян Янович. Вон какой прогноз Оля нам рассказала. Книги выходят из нашей жизни, дети читать перестают. Да, будем надеяться, что это некое временное явление. Хотя, если вдуматься, ну ладно, лучше не вдумываться в это. Согласен. Лучше оставим это решать следующему поколению, как говорил я в свое время разные люди на эту тему. Напомню только, что вечерний РБК это совместная программа, совместный продукт умного радио «Серебряный дождь» и телеканал РБК. Как обычно, по рабочим дням с 18 часов 4 минут по Москве и до 19 мы говорим о том, что, как нам представляется, либо интересует, либо затрагивает большинство, а иногда и всех наших слушателей. И вот сегодня у нас, ну, в общем, так, формально у нас две темы, хотя, реально говоря, одна короткая, а другая длинная. Сегодня в вечернем РБК. Итак, наша короткая тема, которая будет в начале, и которая, в общем, чисто такая информационная. В России сократят сроки действия ПЦР-тестов. Люди, соответственно, прибывающие из стран с омикронштаммом, придется им оставаться на карантине две недели. Вот насколько это эффективно, ну, нам остается пока что только гадать, потому что про омикронштамм, в общем, мало что известно даже специалистам, а нам тем более. Это наша короткая тема на начало нашей программы. А вот весь остаток нашей программы будем говорить об Александре Лукашенко, о его высказывании и о том, что бы это могло значить и какой может быть, какими могут быть последствия. Ну, Лукашенко, как известно, заявил много чего. В частности, он заявил, что считает Крым российским. И вроде как всегда считал. Вот попросит ли россиян теперь оплатить это признание? Вот это вопрос интересный. Ну, и много других интересных вопросов в этой связи мы попробуем задать. Вечерний РБК с Яном Мелкумовым. Поэтому я сразу же сформулирую вопрос нашим слушателям. Он будет у нас, так сказать, постоянно висеть. Он же пойдет и на телерадиомост, который у нас традиционно будет со студией РБК в 53 минуты. И вопрос мой звучит так. Ну, вот, как я уже сказал, Лукашенко много чего назаявлял в нескольких интервью вчера. Ну, нет, в основном вчера все-таки. Так вот, в том числе заявил, что считает Крым российским. Хотя это еще, так сказать, расходятся во мнениях. Вот это заявление президента страны, это нужно считать официальным признанием? Или официальное признание это нечто другое? Это какой-то юридический акт, а заявления недостаточно. В общем, на эту тему мы тоже поговорим. А вопрос мой звучит так. На ваш взгляд, попросит ли Лукашенко денежные компенсации от России за признание Крыма? И какую часть из выплачиваемых вами налогов вы лично готовы были бы направить на выплату такой компенсации? Вот такой у меня вопрос. Пишите нам по все виды сообщений, телефон для всех видов сообщений, плюс 7903-797-6333. Можно нам писать также, ну, как и слушать нас через сайт, 3w.sfieldwork.ru. Телефон прямого эфира у нас не изменился, 730-101, и код Москвы-495. Ну, и, естественно, есть у нас YouTube-канал, на котором тоже можно нас слушать, смотреть, писать и так далее. А я еще раз повторю вопрос для наших слушателей. На ваш взгляд, попросит ли Александр Лукашенко денежные компенсации от России за признание Крыма? И в этой связи и второй вопрос. Какую часть из выплачиваемых вами налогов, а мы все платим налоги в той или иной форме, вы лично готовы были бы направить на выплату такой компенсации? Вот, соответственно, пишите нам, плюс 7903-797-6333. Я вижу, что нам уже активно начали писать. Ну, а пока что очень коротко, все-таки у нас еще минутка есть до перерыва. Я начну, так сказать, ту информационную часть по поводу нового штамма коронавируса, хотя значительную часть этой информации Оля Разумовская уже нам рассказала в новостях. Ну, во-первых, срок действия ПЦР-тестов в России из-за обострения ситуации с новым штаммом будет сокращен. Раньше он действовал до, вернее, не до, а 72 часа, то есть после того, как у вас на руках появился результат, ну, вернее, с момента сдачи анализа, результат у вас появился там через несколько часов, ну, может быть, там через 5 или через 8 или через 10. Так вот, раньше он действовал 72 часа, 72 часа вы считались, так сказать, чистым от коронавируса. Сейчас этот срок сокращается до 48 часов, поскольку вероятность заражения вроде бы как возрастает, и, в общем, наверное, в этом есть определенная логика. Это первое. Второе. Тем, кто возвращается в Россию из стран, где существует высокий риск заразиться новым штаммом, а это в основном страны Африки, необходимо будет 14 дней провести в карантине. Об этом вот Анна Попова объявила глава Роспотребнадзора. Ну, наверное, давайте мы сейчас уйдем на короткую паузу, продолжим после нее. А сколько они сократили, до 48 часов или 40 часов? 48. Ну, было трое суток, стало двое суток. ПЦР-тест хорошая вещь, но в развитых странах. У нас же скоро скажут, что делать нужно каждое утро платно. При правилах количества пизодов сроков вместе непорядки и получения на сайте Лугоевром 21.ру и на АЗС Лугоев. Укрепить иммунитет и восстановиться после гриппа, ОРВИ и коронавируса можно с пользой вместе с киселем лябин. Киселем лябин при гриппе, при крошлете и при простуде с экстрактами целебных трав и витамином С способствует сокращению интоксикации организма. Ну, мы начнем звонить через несколько минут, тогда я помашу, как обычно. У нас, ну, собственно, да, у нас сейчас обычно все ползают. Хорошо. У вас же все телефоны есть, да? Ну, мы сейчас проверим. Бофт и... Настя мне прислала, вроде. Ага. Просто так, на всякий случай. Бофт мы первому звоним? Да, да, и Марголин второй, вот кто. Сам запутался, думал, где же, где? Друзья. Вечерний РБК с Яном Мелкумовым. Мы продолжаем и, так сказать, такие телеграф языком, телеграфными сообщениями, можно сказать, новости про то, что может нас затронуть в смысле появления нового штамма омикрон, нового штамма коронавируса. Так, ну вот, это уже не совсем новость, то, что глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила россиян провести новогодние праздники дома и не уезжать за границу, потому что туристы рискуют остаться в стране отдыха на неопределенный срок из-за возможного закрытия границ и потерять деньги, потраченные на путешествия. У меня, правда, сразу же возникает вопрос, вот, если люди едут внутри своей страны, но в другой город, они остаются дома, у них что из этого ниже шанс заразиться или передать заразу, если они уже больны? То есть, предположить, что Россия, так сказать, страна гораздо более свободная от ковида, чем, ну, предположим, Австрия, где сейчас введен сплошной локдаун на две недели и, может быть, будет продлен. Ну, вот, как-то у меня некоторые сомнения по этому поводу. Ну, ладно, хорошо. Значит, центр Гамалеи уже начал положенную по протоколу адаптацию к новому штамму коронавируса Омикрон и считает при этом, что имеющиеся вакцины эффективны. Ну, кстати, сказать, в этом смысле с ним солидарна компания Pfizer. Ее представитель то ли вчера вечером, то ли сегодня утром сказал, что они, конечно, будут проводить исследования, но, по их мнению, существующая вакцина в достаточной степени защищает от нового штамма. Это прямо противоположно мнению главы компании Moderna, который высказался вчера на эту тему и сказал, что, как говорят те ученые, с которыми сотрудничает Moderna, которые там работают, ничего хорошего от нового вируса ждать не приходится и, возможно, придется разрабатывать новую вакцину. Ну, вот, центр Гамалеи в этом смысле солидарен с Pfizer. Александр Гинсбург, глава центра, сказал, что процесс самой адаптации займет не больше 10 дней, ну, а вот уже дальше утверждение и так далее займет 50 дней. Но это уже не совсем новость. Ну, и еще одна, так, да, не еще одна, еще две, еще две новости. В России произвели уже около 150 доз вакцины против коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом тоже Александр Гинсбург рассказал. В ноябре началась третья фаза клинических испытаний препарата. То есть, если она завершится, так сказать, положительным образом, то уже предполагается, что в конце декабря можно будет подростков от 12 до 17 лет прививать. Ну, и последнее, что в этой связи я хочу упомянуть, это, значит, куратор исследований влияния ковид на психологию, профессор Тимофей Нестик, профессор Института психологии Российской Академии Наук. Он сказал следующее, медики, как и лица без медицинского образования, могут поверить в мифы вокруг вакцинации из-за потери точки опоры и желания найти эмоциональную поддержку на фоне вызванного эпидемией психологического шока и психологических травм. Ну, вот на эту же тему высказался еще один, не психолог, даже психиатр, по-моему, директор больницы Кащенко. Он сказал, что разумными и логическими аргументами убежденных антиваксеров переубедить невозможно. Ну, а завершу я эту подборку немножко, так сказать, воодушевляющим, преобадривающим анекдотом, который уже на эту тему, так сказать, кто-то сочинил, который был замечательный анекдот сегодня в рассылке. Наверное, судя по частоте изменений, обновлений и по назойливости этих обновлений, наверное, все-таки вирус действительно изобретен в Майкрософт. Не иначе, как именно Билл Гейтс является его автором. Уж слишком это похоже на обновление Windows. Ну, вот на этом давайте мы закончим с невеселой темой про вирус и про его, так сказать, обновление. И теперь поговорим про Александра Лукашенко. Ну, Александр Лукашенко дал сразу несколько интервью. Как-то вот уж не знаю, совпало или не совпало, но сошлись они все буквально на коротком промежутке времени. Одно интервью давалось господину Киселеву, который специально для этого, Дмитрию Киселеву я имею в виду, который специально для этого приехал в Минск. А другое давалось, насколько я понимаю, РИА Новости, что-то еще прозвучало в теле, в YouTube-канале у Соловьева. Ну, не знаю, одновременно это все давалось или в разное время, просто сейчас озвучено. А тут для меня это загадка, да и, в общем, не так уж это принципиально. Самое главное, что он наговорил довольно много всякого разного интересного. И, наверное, самое, так сказать, замеченное из того, что он сказал, это то, что он де-факто признал Крым российским. Значит, что именно он сказал? Сейчас я это найду. Так. Значит, да, вот он давал интервью. В интервью гендиректору МИА России сегодня Дмитрию Киселеву сказал, «Мы все понимали, что Крым де-факто это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским». Ну и дальше он сказал, это и мой Крым. Он имеет право, сказал Лукашенко, посещать полуостров, по чьим бы там протекторатам, руководствам и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым. Ну, вот, большинство наблюдателей восприняли это как дипломатический шаг. Во всяком случае, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, российский парламентарий, заявил следующее, «Со стороны Лукашенко это очень серьезный и убедительный дипломатический шаг, в котором заинтересована Россия». Но Лукашенко, продолжил Калашников, не сможет сорвать плотину, то есть вслед за Белоруссией, вряд ли все побегут признавать Крым нашим. Но зато возникает понимание, как строить работу дальше, в том числе строить союзное государство. Ну, что мне показалось тут сразу же интересным, это то, что еще месяц назад, 5-го, ну, вернее, это было 4-го ноября, 5-го ноября об этом было, так сказать, опубликовано повсюду. 4-го ноября Лукашенко заявил о желании посетить Крым. И это было истолковано как, де-факто, недопризнание, но почти признание. Значит, он сказал, что «Владимир Владимирович мне все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там сделано, по дороге привезет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил». Это вот было 4-го ноября, насколько я понимаю. Значит, в белорусском парламенте сказали, что, ну, фактически речь идет о признании Крыма территории России. Правда, тогда же большинство, так сказать, экспертов, ну, оценили это примерно в том же плане, но несколько скептически, как кто-то из них замечательно сказал. Лукашенко пытается продать Москве свой излюбленный товар – союзническую риторику. Это было, как я уже сказал, месяц назад. Ну, что с тех пор изменилось? Вот фактически он сегодня сказал, что Крым он считает де-факто российским, а теперь и де-юре – это самое главное, что, так сказать, получило наибольший резонанс и в средствах массовой информации, и, естественно, в политических кругах, и на Украине тоже, ну, и не только там. Кроме того, Лукашенко наговорил еще много всего. Ну, в частности, вот я сделал себе такой коротенький списочек. Во-первых, он сказал, что в случае агрессии Украины Белоруссия, конечно, будет с Россией. Не поясняя, так сказать, деталей, он, правда, сказал следующее. Он сказал немножко уклончиво. Если мы, не дай бог, эта цитата, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке экономически, юридически, политически будем с Россией. Это главное. Вот конец цитаты. Может быть, случайно, может быть, не случайно он не упомянул военную составляющую. Ну, хорошо. Тем не менее, вот такое заявление было сделано. Что еще из таких немаловажных, на мой взгляд, вещей сказал Лукашенко? Он сказал, что в случае, так, как это высказалось, он может обратиться к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой вернуть Белоруссию ядерное оружие. В том случае, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше. Так он прокомментировал слова генсека НАТО Янса Столтенберга о возможном размещении американского ядерного вооружения к востоку от Германии. Вот цитата звучит следующим образом. «Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. Мы договоримся, какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Я же не зря сказал, мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я, как рачительный хозяин, извините, ничего не разрушил. Все сараи стоят на месте». Вот так вот он сказал тоже в этом же интервью Дмитрию Соловьеву. И это такое тоже, так сказать, интересное заявление. Опять же, не очень понятно, что за ним стоит. Просто риторика или что-то другое. Ну и еще одна тоже, как мне кажется, важная вещь. Лукашенко в очередной раз пригрозил приостановить транзит энергоносителей в Западную Европу, в частности в Польшу, если, так сказать, будет ухудшаться отношение с Европой, в частности, если будут введены санкции. Он это говорит уже не в первый раз. О том, что он, как-то он выразился, типа, «Если поляки нас будут брать за горло или душить, или что-то в этом роде, то тогда мы, конечно же, наплевать на всякие...» Сейчас я попробую найти эту цитату. Это звучит... Ага, вот это. «Слушайте, если меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты, бросьте вы, о чем вы говорите», сказал белорусский президент в интервью РИА Новости. Его спросили, серьезно ли он говорит, он ответил, «Конечно, серьезно. Поляки решили закрыть нашу границу с Белоруссией. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Европу, в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою, что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас? Прежде всего, прежде чем делать что-то с их стороны заявления, надо мозги свои куриные взять в руки. Мозги куриные взять в руки. И подумать, что ты бряцаешь», добавил он. Ну, в общем, вот такие вот интересные заявления господин Лукашенко сделал. Давайте теперь поговорим, то есть прежде чем мы поговорим, я только повторю еще раз вопрос. На ваш взгляд, попросит ли Лукашенко денежную компенсацию от России за признание Крыма? И какую часть из выплачиваемых вами налогов вы лично готовы были бы направить на выплату такой компенсации? Ну, а сейчас у нас есть на связи эксперт. Это Георгий Бофт, политолог. Георгий, слышите ли вы нас? Здравствуйте, слышу. Добрый день. Большое спасибо, что к нам присоединились. Очень рад вас слышать. Георгий, вот у нас, к сожалению, не очень много времени, но мы можем при необходимости продолжить после перерыва. Лукашенко, первый вопрос у меня такой, Лукашенко и раньше делал разные заявления, иногда довольно отчаянные, можно сказать. Вот на ваш взгляд, то, что сегодня все истолковывают его заявление как прелюдию к официальному признанию Крыма российской территории, это правильное истолкование? Действительно за этим последует какое-то официальное признание? Или это заявление вот останется так немножко повисшим в голову, в воздухе? Как вы полагаете? Да, в общем, трудно юридически оформить такое признание, что он издаст какой-то отдельный указ о признании Крыма российским. Он сделал заявление, которое в России восприняли как это признание. Если туда начнет летать Белавия, тогда это будет признанием. Но она пока туда не летает. Да, и больше того, насколько я знаю, даже на сайте Белавия, как я сегодня прочитал, Крым по-прежнему значится украинским. Ну да, или если Лукашенко сам приедет к Путину, например, в Крым, с официальным визитом, тогда это тоже будет признанием. Вот пока тоже этого нет. Поэтому не стоит, так сказать, обольщаться. Да, в общем, нам не нужно его признание, что вот этого будет холодно или жарко, что ли, ничего такого не изменится. Ну, насколько я понимаю, господин Лавров предпринимал немало усилий для того, чтобы как можно больше стран это сделало. И, наверное, по крайней мере, на Смоленской площади в МИДе будут очень рады такому шагу. Но, тем не менее, хорошо. Как, на ваш взгляд, Украина уже сказала, что ответ будет очень решительным и тому подобные вещи, если это будет официальным признанием. Вот каким, на ваш взгляд, ответ Украины может быть? Что это может быть там? Разрыв дипломатических отношений, высылка послов или что-то в этом роде? Или это, опять же, будет спущено на тормозах? Что вы полагаете? Ну, может быть, сразу там послов не вышлют, диплоотношения не разорвут. Ну, какие-то санкции придумают, сократят число дипломатов, например, или еще что-нибудь придумают. Вот, я не думаю, что будет полный разрыв экономических отношений, поскольку, в общем, Белоруссия для Украины представляет некоторый экономический интерес. Сейчас там нефтепродукты, насколько я знаю, не экспортируются на Украину, но электроэнергия покупается, например. Ну, собственно говоря, экономические отношения могут быть сами по себе, политические отношения сами по себе, или вы полагаете, что это неразрывные вещи? Ну, в наших постсоветских краях, как правило, неразрывные вещи. То есть, вы думаете, что, несмотря на риторику, ответ будет достаточно сдержанным? Умеренно сдержанным. Умеренно сдержанным. Понятно. Ну, я не буду сейчас искать, что, как высказался Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. Звучал он очень решительно, но, как говорится, от заявлений до окончательных действий иногда бывает большая дистанция. Георгий, вот самый интересный вопрос, мне кажется, такой, и я понимаю, что на него никто сейчас не может ответить, но можно на эту тему, так сказать, предположения какие-то высказать. Чего Лукашенко потребует от России за признание Крыма российским? Это деньги, это снижение цен на газ. Вот только что мы услышали, что на 22-й год цены на газ останутся на уровне 21-го. Но всегда же есть способ чего-то снизить. Или чего-то еще. Или это он сделал уже, так сказать, авансом, так, не ожидая ничего взамен. Что вы полагаете? Я не думаю, что их отношение с Путиным, это отношение, когда вот там идет торг такой конкретный. Я тебе это, ты мне это, я тебе это, а ты мне в ответ что? Нет, это в общем контексте отношений между двумя лидерами. У них есть своя история. Они, так сказать, непростые, но в то же время они друг друга понимают прекрасно. И я думаю, что они не опускаются за такой конкретной циничной торговли. Лукашенко может получить от России, так сказать, и без всякого признания Крыма, какие-то вещи в обмен на то, что он просто занимает ту позицию, которую занимает. Является союзником нашей страны. Вот он сейчас сделал довольно резкий поворот антизападный. Вот и в контексте вот этого антизападного поворота он может рассчитывать на поддержку со стороны России. Тем более, что он стал жертвой довольно масштабных санкций. И, конечно, Россия не даст обрушить режим Лукашенко. Признает он Крым или не признает вне зависимости от этого обстоятельства. Потому что это будет и внешнеполитическим поражением Москвы. Хорошо, Георгий. Знаете, давайте я попытаюсь сейчас задать вопрос. И попрошу вас остаться на линии, потому что нам нужно будет уходить на 2,5-3-минутную паузу. И тогда вы, если можно, ответите уже после этой паузы. Вот заявление о возврате ядерного оружия в Беларусь. Вот что это может значить для России, для Беларуси с точки зрения отношений с Европой и США. Ну вот давайте я задам вопрос, а вернемся мы к нему через 2,5 минуты. Хорошо.